Без приветствия обращаюсь к русским империалистам. Для вас я враг, вы мне не верите. Два года, более двух с половиной лет, как началось широкомасштабное вторжение вашей банд-армии на территорию суверенной Украины. С первых дней войны мы вас предупреждаем, и я лично, что вы каждый день теряете тысячу, сейчас уже каждый день убитыми и ранеными тысячу человек в Украине. Для чего? Вы сами не знаете, победить вы не можете. Если не верите вы мне, вы должны верить своему верховному главнокомандующему и его доверенному человеку, Евгению депутату Евгению Федорову. Давайте послушаем, что он говорит. Мы попали в определенную серую зону. То есть уже года полтора-два понятно, что победить его с ООН нельзя. Вот что умали. Понятно, что надо менять стратегию. То есть победить штурмами нельзя, но вас посылают на штурмы, на мясные штурмы. Сейчас вас утилизируют уже раненых, чтобы не платить вам никаких компенсаций, не лечить вас и так далее, и чтобы не было свидетелей этой войны. Вас уничтожают. Да, парадоксально, вы меня считаете врагом. Вы являетесь нашими врагами чеченцев, сейчас уже украинцев, русские империалисты. Но и только я доношу до вас правду. Полтора-два года уже поняли в Кремле, что бесполезно воевать. И вы каждый день, то 300, то 400, то 500, то сейчас тысячу и более, каждый божий день вы теряете. За что? За что вы погибаете? Ваша власть прямо говорит, что уже полтора-два года, то есть через полгода после начала войны, а мы все нормальные люди понимали из первых дней этой войны, широкомасштабной, что у вас ничего не получится. Я не знаю, как до вас достучаться, как вам объяснить. Мне, в принципе, по большому счету плевать, что вы делаете со своей жизнью, со своей страной. Мне не плевать, что вы делаете с украинцами, что вы делаете с нами, с грузинами. Поэтому думайте, думайте. А если вы хотите проверить Евгений Федоров, посмотрите на белорусский такой, белинфо, по-моему, называется. Откуда я скачал это видео и выложил у себя в YouTube-канале Реалити. Зайдите, посмотрите полную картину, о чем он говорит. Не слушайте весь бред. Вникайте в смысл. Вникайте в слова. Между строк читайте и слушайте. Не могу вам пожелать всего хорошего. Поэтому пока. Продолжение следует...